Молодые профессионалы Заполярье определены. В Наринмаре назвали имена победителей и призеров чемпионата WorldSkills Russia. Школьники и студенты в этом году соревновались в 12 компетенциях. Это рекордное для нашего региона количество. Тему продолжит Илья Сахаров. Жанна Семенюта и Марина Горбань мечтают стать воспитателями. Именно поэтому решились попробовать свои силы в компетенции дошкольное воспитание. Результат шокировал всех. Первое место обе школьницы разделили между собой. Мы, честно, ожидали не то, что у нас вместе будет победа. Мы просто все боялись, мы просто сидели, тряслись, не знали, кто из нас победит. И когда просто сказали, что мы вдвоем, мы с ним переглядываемся. И вообще в шоке были все. Да, честно, мы были в шоке. Во-первых, что первые места, что их два. Кто знал, что так будет. Да, но это морально очень тяжело. Дошкольное воспитание – одна из самых важных социальных компетенций. Здесь участвовали шесть школьниц. Для подготовки к чемпионату девочки ходили на дополнительные занятия на базе социально-гуманитарного колледжа. Неделю девочки ходили, готовились. Подготовка была по полтора часа каждый день вечерами. Они приходили, конечно, уставшие. Был загруз и у них по олимпиадам, потому что девчонки достаточно активные. Работать с ними было очень легко. Умницы задавали вопросы, если что-то было непонятно. То есть они горели желанием именно показать себя на чемпионате хорошо. И были те школы, которые на самом деле были заинтересованы в подготовке, поэтому чувствовалась, конечно, их помощь в подготовке, их отдача. Среди юниоров было две компетенции. Это дошкольное воспитание и графический дизайн. Последняя проходила впервые. У нас не было никаких сомнений, чтобы внедрить эту компетенцию. Мы приобрели программное обеспечение для проведения данной компетенции и провели ее в первый раз. Я надеюсь, что опыт наш первый удался, он удачный, и мы будем продолжать. В компетенции «Графический дизайн юниоры» третье место за Екатериной Еловой. Второе у Виктории Левчаковой. Первое место присудили Юлии Коткиной. Меня очень порадовало то, что довольно большое количество конкурсантов на площадке по каждой компетенции представлено. Это значит, что большое количество студентов может пройти через чемпионат и понять, что это такое, какие это соревнования. И, возможно, получить шанс для последующих этапов участия в последующих этапах чемпионатов на отборочных, на финале национального чемпионата. Ну и, конечно же, попробовать для юниоров, сегодня мы их награждали, попробовать профессию, которую они сегодня для себя определили, и утвердиться в своем решении, либо сделать выбор в другую сторону. За каждым участником на всех площадках наблюдал представленный эксперт. Задания из года в год меняются, становятся более сложнее. Например, в компетенции «Лабораторный химический анализ» кроме опытов был обширный блок расчетов. Восемь участников шли близко друг с другом. Итак, третье место у Лилии Апициной, второе взяла Валентина Рычкова, первое место у Ирины Пеньковой. Я участвую в первый раз в WorldSkills, и когда была у нас подготовка, у меня внутри было такое ощущение, что у меня что-то будет, какая-то победа. Все-таки в первый раз, и у меня страха в основном не было, но узнала что-то новое, научилась уже правильно с приборами обращаться, и все равно внутри было такое ощущение, что я какая-то особенная, что-то у меня какая-то победа будет. И вот так и получилось первое место. Еще одна бессменная компетенция – ветеринария. Здесь участники прошли три модуля. Первое – это лабораторное исследование. Ребятам нужно было проверить на антитела иммуноферментный анализ. Второй блок – экспертиза. Здесь оценивали овощи на качество продукции. Самый обширный блок – третий – диагностика. Они, конечно, молодцы в плане в том, что у них есть интерес, у них есть возможности и желания. Те, которые у меня сейчас заняли первые три места, они прям заняли именно то, что им надо. И мало того, у девчонки видно, что они хотят участвовать и хотят работать в дальнейшем. То есть это не просто так – получить какую-то бумажку, а именно получить какие-то профессиональные навыки. Третье место взяла Юлия Талеева. Второе – за Ириной Литковой. Первое место у Марии Тихомировой. К слову, победители каждой компетенции сейчас будут готовиться к отборочному чемпионату среди Северо-Запада. Это, конечно, будет очень сложно, потому что очень сильные соперники у нас будут находиться именно на Северо-Западе. И нам надо вот прям вообще, чтобы она, как отчина, знала все задания и выполняла все полностью. И, соответственно, конечно, не было страха перед тем, что ты неправильно сделаешь, меньше волноваться. Это очень большой аспект. Потому что дома, конечно, мы волнуемся все, но менее реже. Приглашенным гостем чемпионата стала Людмила Иванюк, директор Департамента регионального развития Агентства развития профессионального мастерства. Специалист оценил уровень подготовки как студентов, так и преподавателей. Сегодня задачи, которые стоят перед чемпионатом региональным, я считаю, что в Ненецком автономном округе выполнены. Выполнены на хорошем уровне. Теперь будем готовиться к следующим этапам наших соревнований. В этом году площадки для проведения чемпионата были организованы в Ненецком аграрно-экономическом техникуме, Наринмарском социально-гуманитарном колледже, Ненецком профессиональном училище и технопарке «Кванториум». Илья Сахаров, Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Антон Водряков, Телеканал «Север».